Усть-Калманский район, село Огни. В этом доме живет бабушка, о которой с теплом отзываются все местные жители, Мария Федотевна. Мужа, участника Великой Отечественной войны, уже нет. Умер в конце 80-х. А вот отца война не вернула. На фронт он ушел, когда девочке было 13 лет. Марии, единственному ребенку в семье, пришлось взрослеть. Мамы косили серпами тогда зерно. Комбайнов-то уже не могли на технику, на такую. Да их и не было комбайнов, мы еще помоем тогда. Они косят, а мы снопы вяжем, в кучки ставим, помогаем. Потом свозят эти, складывали в скирду. Сейчас же комбайн сразу убирает, а тогда вот так. Потом свозили эти снопы, складывали в скирду. А осенью уже, когда управится с полями совсем, на младьбу. Мы опять где-то там не годимся. Опять-таки вот эти же снопы помогали разрезать, их подавали вилами там куда-то. С приходом тепла она работала в поле, зимой откидывала снег и топила печь. Сейчас мы говорим, не дай бог, что угодно. Только надо удерживать мир. Не дай бог, что мы пережили. Приходилось, что мы... Только организм формировался, вот 14 лет было. Мы работали ведь наравне со взрослыми. Особенно этим женщинам, кто их называет слабый пол. А еще во время войны маленькие и большие женщины поставляли на фронт технику и орудия. На Алтай было эвакуировано более ста предприятий, в том числе 24 завода общесоюзного значения. Рабочие поставляли на фронт технику и орудия. И здесь, не покладая рук, в основном трудилась женщина. Выживали и в тылу, и по другую сторону фронта. Привезли нас в город Шнайдемюль. Идем мы по улице. На тротуарах стоят люди. Ну, молодежь и это. Бросали в нас камни. Плевали на нас. Думала, плакать не буду уже. Юность. Та, которая должна была быть беззаботной для Марии Питковой, исчезла в 43-м, когда ее везли в концлагерь. Деревянные нары, голод и холод. Там она провела месяц. По счастливой случайности девочку забрала работать к себе немецкая семья. Два года она доила коров, кормила животных, иногда деля с ними похлебку. И ждала наших. Глаза подняла, а там бежит прынек, шапка и звезда на нем, звездочкой. Я соскочила и прямо на него кинулась. Он оторопел и отрывает мои руки, говорит, ты кто, ты кто? Я говорю, да я украинка. Точное число женщин, которые в Великую Отечественную вели свою войну в концлагере или на заводе, или в полях, неизвестно. Справедливости ради стоит заметить, что в Барнауле до сих пор нет ни одного памятника женщине. Той, которая кормила и фронт, и тыл, занималась воспитанием детей, а порой бралась даже за самую тяжелую мужскую работу. В 90-е годы начало было положено. В Зеленом сквере на площади Октября появился этот камень. Его заложили здесь в надежде на скорое появление памятника вдовам участников Великой Отечественной войны. Идея принадлежала двум общественным организациям края – Совету ветеранов и Совету женщин. Но прошло несколько десятилетий, а памятника так и нет. Главная причина этому – нехватка денежных средств. В 90-х всем было не до того, а сейчас помощи приходится ждать только от общественности. Будем продолжать эту работу. Тем более, я еще раз повторю, что надо просто, наверное, больше говорить о необходимости этого памятника. Будить души. Души уснули. Ведь по большому счету, как говорил сам маршал Жуков, женщина в победе сыграла половину, а потом подумал и сказал – даже больше. В последние годы активисты вновь плотно работают для создания памятника. Одной из первостепенных задач было продумывание самого образа. В музее «Город» готова целая экспозиция о том, как нечеловеческие условия труда, да и самой жизни отразились на облике женщины. Сарафаны и юбки в шкафу. Одежда практичная и теплая. Здесь у нас костюм конца 30-х, начала 40-х годов. Это такая нарядная юбочка, блузочка. И дальше мы видим наряд женщины в 40-е годы, да. То есть тогда женщинам уже было не до красоты, не до элегантности. Нужно было делать упор на практичность. Женщине на производстве должно быть удобно, тепло, поэтому здесь теплый тулуп, валенки. Эскиз памятника уже есть, и не один. С 90-х годов местный скульптор Михаил Кульгачев сделал их целых четыре. Сначала это был образ матери с ребенком, позже – женщина и письма. Те самые, которые она отправляла на фронт и ждала ответа до последнего. Идея родилась при просмотре военного фильма, где скульптор увидел почтальона со старой прохудившейся сумкой, откуда сыпались долгожданные треугольники. И мне вот врезалось в память вот этот момент письма «Дорога». И на пригорке, вот рядом с дорогой, стоит мать, которая ждет своего любимого или сына, или мужа. А по дороге стелятся эти письма, конверты, которые превращаются в журавлей. К слову, эскиза – это все, что сейчас готово. Для создания памятника нужно несколько миллионов рублей. Делать его будут из бронзы, а для трехметровой скульптуры ее нужно будет немало. На этот момент собрано всего 60 тысяч рублей. Поэтому активисты проекта надеются на нервнодушие земляков. Кстати, одними из первых, кто пожертвовал деньги – две вдовы участников Великой Отечественной, из Тюменцевского района. Впрочем, уже звучит идея, что будущий памятник посвятят всем женщинам войны, миллионам, приближавшим победу. Анара Шагирова, Дмитрий Денисов, День с толком. Анара Шагирова, День с толком.